Так, господа, добрый день, были какие-то проблемы с подключением к твичу, сейчас проверим, будет ли сейчас все хорошо, надеюсь, что будет, поэтому уже без представлений, групповая стадия Андромеды, Дрэкфайр против Сайберчейндж, соответственно, но у нас будут играть в бестов-1 формате, группа-2 уже здесь пики вообще подходят к концу на самом деле, Так что давайте сразу на них переключаться, уже наговорил я, оказалось у меня почему-то к твичу, все это дело не подключилось, Сайберчардж будут играть за свет, Дрэкфайр будут играть за тьму, Дрэкфиллу, Бессмастер, Джеккира, Тинкер у нас на пике везде, Дизраптор, Сларк, Снэпфайр, Тайт у нас открываются снизу у ребят, и здесь вот, собственно, я размышлял о том, что Сларк как будто бы неплохо смотрится и против Дрэкфиллу, и против Бессмастера, да и против Джеккира на самом деле тоже выглядит он достаточно неплохо, Дизраптор, Сларк как будто бы линия, которая должна выигрывать линию Дрэкфиллу, Бессмастер, потому что все Сларк развеет, под паунс, под глимс всегда можно паунс нажать и сыграть в такой комбинации, Снэпфайр, Тайт, соответственно, тоже должен достаточно неплохо стать против Джеккира, потому что Тайт с тебя с Джеккира неплохо чувствует, Снэпка будет его сейвить, ну и вот на ласт пик второй стадии открывался у Сайберчардж Тинкер, который оказался в этой игре не в бане, и его забрали себе, сразу же открывается Эмбер Спирит, В целом снизу достаточно такой стандартный пик, как сверху, вот наконец-то, наконец-то мы начали видеть какие-то прям классикал-классикал пики, посмотрим, как это все работать будет, ну Эмбер здесь выглядит неплохо, потому что добираться до Тинкера он может, особенно с Аганимом, быстренько влетел там на бэклайн и подрался с Саппортами, подрался с Тинкером, в общем, его найти там можно будет, под 5 реймонтов, под Аганимом, в общем, добрать его вполне себе возможно. Да, и Тинкера здесь уже, соответственно, никуда не сместишь, то есть на четверочку его не поставишь, потому что, ну, как бы, некого ставить в мид, только если Джекироса какого-нибудь или Фейку, ну, наверное, это делать не хочется, честно говоря. Ну и посмотрим, кого допикают в конце, допикают Блуд Сики Ра против Сларка, персонаж неплохой, Сларк любит быстро перемещаться по драке, соответственно, выглядит это все достаточно неплохо. Так, 270 секунд, потом надо будет проверить правильность трансляции, а то, конечно, это был неприятный сюрприз с ключом. Надеюсь, что больше его у нас с вами не будет. Ну, пока что, если честно, пик снизу мне нравится немножечко больше, немножечко больше, но, как всегда, все будет зависеть от исполнения. Да, и, собственно, я тут размышлял, пока стрим, оказывается, не запустился о том, что у команд это первые матчи в групповой стадии. Ну, вот, первый матч в групповой стадии, и не играли мне еще ничего, не видели мы их. По-моему, собственно, мы никого из них, на самом деле, в квалификациях не смотрели, но могу уже ошибаться по этому поводу я тут, как бы... Варианты есть, варианты есть, ну, что ж, давайте постепенно отправляться смотреть, да, химкер будет уходить здесь на мид у нас, вместе с имбирем, 30-ый имбирь, 30-ая феечка, а наверх вместе с чикенмакнаггетсом. А, нет, мы, кстати, смотрели, получается, сайберчарч у нас был, потому что чикенмакнаггетс, помню я этот ник, и бланк, по-моему, да, так мы вот эту команду видели, видели обе эти команды, коли они прошли до этой стадии турнира, получается, команды достойные, будем наблюдать. Очень интересно, в смаках сейчас выходят, достаточно далеко, здесь можно найти Джекироса, цель для ФБ вполне себе, сразу же ГАЗ, ГАЗ, точнее, ну, и здесь он должен погибать, Блудсикер, конечно, по всем постелился. Ну, вряд ли отсюда куда-то уйдет Джекирос, сейчас у него, конечно, откатится и заберет себе киллтайт, да, заберет, возможно, хотел оставить имбирю, видели мы, что, видимо, ждали отката фестов, но не произошло этого, не успел, понял Удмурт, что может так от Джекира и убежать, и Ферст Блад для Тайдам, ну, тоже приятно, на самом деле, будет Тайд играть через Метеор, вообще, я люблю Метеор в этой мете, каких-нибудь троек, типа Кентавра, типа ДК, вот это дело мне нравится немножко меньше, потому что, ну, Метеор, Метеор под Хукстомб, это одно дело, Метеор там под Щиточек ДК, это одно дело, Метеор под Раваку выдавать достаточно сложно, Ну, и не очень понятно, как, только если вот там бабушка как-то печеньками своими будет попадать, нам, ну, естественно, давайте наблюдать, Тинкер раскручивается Тинкер раскручивается Так, еще две минуты задержки, только потом я смогу понять, работает ли все на Твиче Начинается у нас здесь противостоянием Ну, поначалу имбирь точно должен Ой, ой, Джекир, ой, как же это там погиб Еще разу, ааа, здесь остался Дезраптор, и сделали еще один килл от Джекир, да теперь без Нет, с телепортом, он шел на ноге Все правильно, сейчас он хотя бы вернется на линию Ну, Блотсикер здесь пока что как минимум по экспицам Вряд ли ему что-то смогут здесь делать Под вышечкой он здесь стоит, спокойненько себе А вот Тинкер с лазером не дает здесь добивать крипов Бланку Ну, больно просаживает на втором левеле уже, там, двух скиллов, конечно, неприятно Но в скором времени Имбирь тоже второй залутает, будет у него, скорее всего, и щиточек И... нет, фисты и себе взял, чайны себе взял Это интересно, видимо, будет пытаться какого-то агрессивного Тинкера играть Нападать на... Ну, выкрестим его Эмбера будет нападать на Тинкера Пытаться здесь, ну, видимо, понял, что щиточек здесь будет сбиваться Это интересное решение, посмотрим В любом случае, фистами доджить можно Урон от ракеток Без каких-либо проблем Даблкил сделал тайт, но пока что по крипам Все не очень, хотя под него идет огромная пачечка Огромная пачечка просто крипов под него идет Здесь пытается джекерос отвести У него, в общем-то, даже неплохо Получается, задумочка неплохая Обладает, к сожалению, ни по кому не попадает Но вот три дальника отошли Сейчас бы их подденять И я думаю, это получится Как минимум двух дальников заденяли Да, а сейчас, конечно, очень недоволен этой ситуацией Два крипа ко второй минуте Неприятная ситуация Такая, все-таки Вот, три, две Одна, успех Успех, все хорошо, ключ Заработал, видимо Я неправильно его Как-то вставил Все, все технические проблемы, наконец-то налажен Что не может не радовать Так, вернемся на мид Будем смотреть, что здесь Фисты 2 Сильно здесь просел у нас тинкер Больно его, видимо, все-таки под Чайные дамажит Иммерк спирит Неприятная такая вещь Можно понять Много физического урона Так, там внизу Тайт, конечно, сильно Представь колечко имеется Но не имеется пока что пассивочки Без пассивочки Можно на него агрессировать Безусловно Ну, отойду Как-то нужно реабилитироваться Потому что Когда-нибудь он так еще и подставиться сможет Сейчас просто Джакири Если где-нибудь рядом окажется Будет очень неприятная ситуация Ну, в остальном спокойненько стоят Ну, пока что да Все у всех равненько Кроме вот нижней линии За которой мы сейчас, собственно, с вами наблюдаем Где Тайт, конечно Плоховато себя чувствует Но с Метеором В любом случае Вот единственный плюс Метеора для Тайда Это в том, что Пайд с определенного левела Достаточно не убивает Да, там С появлением вот этого колечка Пассивочки Все, его убить достаточно тяжко Здесь уже будет Вот Но и он Без какой-то помощи Тоже не очень хорошо убивает А Метеор дает ему возможность пушить То есть он выгнать отсюда Может кого-то Не пустить к крипам Просто там С четвертого и пятого левела Вот Ну вот главное будет потом Не отставать по фарму И, соответственно Подпушивать здесь Тинкер Не попадает он Джеккер не попадает по нему Своими скиллами И расходится Ребята Закич Проседает неплохо Там внизу какой-то замес У Тайда С Блудсикером Ну вот здесь уже, конечно, тяжко Блудсикер, конечно, быстрый За счет просевшей снэпки Как минимум у просевшего Эмбер спирита Домиду Забрать его здесь не получится Пока что никак Так, раскачку Бисмастер 2-2 В общем-то достаточно Стандартная, как мы видели Раскачка в последнее время А, пассивочку здесь Препочитают не брать Ну и Сларк себя в целом Чувствует неплохо Говорил я, что здесь можно будет Как-то кого-то забирать Ну, как минимум Как минимум не душит Сларком Без скиллов пока что Он без пассивочек На ФБ, по-моему, он не присутствовал А здесь без ресурсов остается Тинкер Да, без ресурсов И до шестой минуты Еще, на самом деле, достаточно долго Купил себе капельки Эмбер спирит И, безусловно, это Приятно Вот у меня уже есть шестой Он Может отправляться на базу При необходимости А у нас тут небольшие лаги Происходят Подождем Подождем Пока вернутся ребята Давайте на нахер Теперь включимся Вот такая пауза Ну и вот мы видим Что на самом деле У Гайдатов еще не так плохо Он по крипам Очень сильно проседал Но за счет Ферсблада Все еще держится И вот отстающим Здесь оказывается У нас немножко бланк Ну, не критичненько Как будто бы, да Как будто бы не критично Отстает он на данный момент времени Еще 800 против 2 У Тинкера Ну, все в порядке Все в порядке Интересно, как будет бланк собираться Будут ли это молнии Или это будет какой-нибудь быстрый урон Будем наблюдать за этим Мы, безусловно Постоянные эти птички смущают меня Складывается впечатление Что бисмастер На шестом играет В раскачке 2-2-2 Но это не так Так как бы Ошибочное было бы представление А вот А блудсикер уже себе ПТ-щики Я так понимаю Должен в скором времени вести Как минимум Даже, возможно, уже везет А вот он Вот он, как я Блудсикера Да, летит там уже Повертрец И он возвращается в игру На этом моменте Сейчас будет продолжение Продолжение Замечательных баталий На нижней линии А дакирам Надо бы дать за контроль Этим берет уру Ну, бабка здесь Как бы Джекирос Никак помешать здесь не сможет Ее недалеко ли Связочки пока нет Наверное, юзать Регенку не очень хочется На данный момент времени Так, сейчас ему собьют Ее Бланка Все еще Через 9 секунд Будут опции Улететь на базу При необходимости Так, вардецкий здесь Сразу снимается А саппорта все еще Затусили на миду Здесь погибнет Скорее всего Джекира Есть ли печенька Да, при необходимости Имбиро закидываем наверх Будут пытаться отдаваться нейтралам Но Бланк не дает Этого сделать Фисты больно дамажит Уже в четверочку Они на седьмом левеле Так, Тинкер Тинкер отправляется на базу Надо восполнять ресурсы Ну, вот теперь Тинкеру станет попроще То есть, ты прилетаешь Там, пачечки зафармил На шестом улетел На шестом вернулся А, здесь в этом смысле Все будет в порядке Глимс Пофейки Если у нее Что-то говоря Нету Здесь Падение Дальше Просто не будет Потому что Сларк был не рядом Сларк был не готов К этой атаки Ой-ой-ой Тут же Шестого Платите Продотожим Близится он К своим заветным Молниям Бладрайт Сделится Удмурт Просто выходит Из-под него Реварич Потому что Здесь рядом Сларк Будет Хорошее печенье Паунс Паунс Неплохой Здесь Кладется Правда Стан От Джакира И ну наверное Зря развернулся Здесь Блудсикер Думаю Это был Мисклик Интересно Что сюда Смещается Именно Сларк Под Драку Ну пассивочку Себе залутал И под Метеор Вышку Сносит На восьмой Минуте Здесь Тайт В целом Джакира Здесь тоже Сейчас может Погинуть Есть еще Улита У Сларка Скоро Будет Паунс Будет пытаться Здесь что-то Сделать Джакира Но вряд ли У него это получится И второй Стак для Сларка Тоже на это Линием Приобретен Так пока 60 на самом деле Тинки на беду Может погибнуть Бланк Еще один Соло килл На Тинкере Вау У него уже есть Робовка Ужина Уже практически Есть Файзы На самом деле К девятой Минуте У него Все стало Гораздо лучше Чем было Отставал От общего Концепта Нетверса Корп Персонажей В этой игре Но сейчас Сейчас Выравнивается Делаются здесь Стаки Скорее всего Это для Тинкера Под смоками Ну и здесь Уже бабка Приходит забирать Центральный коридор Может у них Это получится Подробные волшебства Здесь находится Бланк Откидывает Ремнант назад Сейчас можно Улететь вообще На базу Пригнете ресурсы И на ремнанте Спокойненько Вернуться Через 5 секунд Если что Будет новый Когда он Сможет Что-то подотчить Какие-то Драки Какие-то Нападения Аутмурт В этот момент Свечается наверх А без реводжа Пока что Но с метеорхаммером Будет закидывать Хороший метеорхаммер Ну видно Его здесь было Нам Птички Однако Как бы Крипов Он в любом случае Здесь забирает И центральный коридор Тоже падает В этот момент времени Хорошо Десятая минута Нет двух внешних вышек Пока что Команда Дракфайр играет Очень замечательно Здесь Сларк Прыгает Джекира Джекира здесь должен погибать Забирает Скилл себе бланк И Блудсикеру Приходится Просто отходить На ускорение На ускорение Сейчас будет заходить Куда там У нас Эмберспирит Он видит Здесь стаки Пингует Связал Фейку Доджит сал От блудсикера Очевидным образом Не попадает здесь Бабушка У нас немножечко Первым скиллом Будет замес С блудсикером У блудсикера есть Раптуры Можно в общем-то Ее положить Но нет Здесь печенька Хорошая Спас подвоим Убегает блудсикер Но блудсикер Отсюда просто Возможно никуда не убежит Да Прилетел тинкер Будет пытаться здесь накастовывать Очень сильно бросил бланк Бланк ложит здесь погибнуть Тинкер все еще накастовывает Хорошая тычка И шедуряма По бланку Но миссует Она по итогу Погибает у нас еще и Снепчика где-то Но пришел Убмурта И забрал себе Килл на Джакира Будет ли погоня За чекен макнаггеттом Который убил здесь бабку Да Хорошо Сларк выгрызается в него У него нет рора Точнее рота есть Но маны на него Просто не хватает Подходит фейка Большие Кабаны уже Ну в плане замедления У них достаточно большое Какой здесь Небезопасный бланк На самом деле Но вот снова Оставляет он здесь Свой ремнант И с Метеором Тайта Забирает здесь Свои стаки Фейка еще погибает 11-1 Счет Абсолютно неутешительный Для команды Сайбер Черч Приходится Сларку проезжать Ультимейт Потому что Очень больно бьет Брюмастер все-таки Глубокий варм Поставили Ну так Брюмастер Манки себя восполнить Потому что Под его ультимейт Можно Можно какую-то Игру сделать Где там Фраг найти Так В этот момент Говорит Надо лес Свою отжимать Джакира Приходит Бланк здесь рядом Связал Джакира Тинкер уже здесь Начинает настреливать Джакир уже очень сильно просел Есть Рор Все правильно Да А глимсует Здесь Джакира Скорее всего погибнет Здесь бланк Заберет ли с собой Он кого-то Непонятно Но бланк по итогу Улетел Неплохой реведж Ультимейт от бабки Но вот потребность Даже не хватает Возможности Накастовать Метеор Так или иначе В любом случае Он уже здесь Себя оправдал Вышечки Он ввосносил Да и как бы Крипов попушил Сам поформил Худ имеет В любом случае Ну это все замечательно Сейчас Будет ли здесь Нападение на фейку Постелила на свои Кусты Сразу же по ней Гаш Глимс Назад возвращают Нужно пытаться Мансить здесь Животных вдогон Печенька И минус фейка Где-то Погиб там еще И блудсикер От нейтрального Крипа Ну какой-то Какой-то Лютый Здесь происходит У ребят Это И очень приятно Наверное 7000 на 12 минуте У нас уже проигрывает Команда Сайберчардж Не получается Пока что Вот где-то Найти свою игру Но и На самом деле Есть проблемки Определенные Блудсикер Такой герой Который любит Вот ну быструю Игру В том смысле Что ему нужны Молнии Нужны блэкингбар И вот идти драться Идраться И немножко Может быть Не прям Сноуболится Ну как минимум Как минимум Постоянно поднимать Свой нетворс За счет Киллов, драк и убийств Что делать сейчас Не получается На фейку Может быть нападение Очень сильно Она просела Есть здесь еще рядом Чикен Макнаггетс Его глимсуют Там будет кинетик Статик Замечательно Удмурт накастовывает Здесь свой Метеор Хаммер Ну и вот да Под статик кинетик Все замечательно получается Кстати под глимс Еще можно накастовывать Метеор Здесь минус Чикен Макнаггетс При итогах Случился Ну будут на Т2 Здесь пытаться выходить Смогут ли ее дефать Как-то не очень понятно Сикер все еще не готов У него до сих пор Нет молний Ну а блэкинг бари Пока вообще Говорит не приходится А слаг уже Огромный слаг Уже Почти полагонимы Четверть Игонимы имеет Будет нападение Здесь на Джакире Нет не будет А не такой Просто крипов По фарме пришел Там наверху Загибается Бланк у нас Ой Еще и рор Сверху был выдан В любом случае Забрали Улетит ли отсюда Дезраптор Хотя бы Дезраптор Спасается По итогу Хороший килл На бабки Хороший килл На эмбер спирите Это то что Сейчас нужно команде Вот нужно искать Таких закулявших Ребяток Когда слаг Не с вами Слаг Уже 11 Твой же Огромный Не попадает Здесь Дуалбресом Чикерос Рядом находится Тинкер Немножко Настреливал По слагу Джекира В опасной позиции Находится Не очень понятно Почему слаг Его просто Игнорируют Пока что Не ясно На миду Нападение На чики Магнаггетс Есть ли глимс Глимса нет Но сейчас будут фисты И с фистов То он погибнет Но затыкал он Дезраптор Вот это да Вот это да Кабаны С доминатором Делают свое дело Черного Лошебства Для имбиря Как же Подкрутка Кстати говоря Полнейшая Какая-то происходит Ребятам здесь Вот молнии Молнии Наконец-то Появляются У сикера Теперь хотя бы Будет фарм Главное Этот фарм Найти В том смысле Что теперь Нужно место Для фарма Команду твою Зажимают Постепенно Потому что Понимают Что имеет Преимущество Сейчас команда Дрекфайр И вот нужно Где-то Где-то Находить Пока они Внизу Играют Можно Расслабиться Здесь фейка Видит Сларк Ну как будто Нападать на него Вообще Никакого резона Нет У него есть Ультимейт У него есть Паунс Просто убежит А в этот момент Чикен Магнаггет Находит бланк Или бланк Находит его Не очень понятно Но в любом случае На ремнанте Он улетел Тинкер здесь сейчас Видит Его могут просто Подловить Нет Сразу же Блинк На реакции Его глимсуют Он остался И это вот была Ошибка Ультимейт Неплохой От фейки Сможет ли уйти Отсюда Тинкер Но на нем Висит Первый скил Дезераптора И бабка Добивает его Своим ультимейтом И второй Все это время Начинает Разгоняться Немножко по фарму Блудсикер За счет Появив Все у него Молнии Но вот Нужен Нужен этот Блэкингбар Здесь погибает Еще и Чикен Макнаггет Ну вот пока Фармит Как будто бы Вроде бы Спейс Крейт Это вроде бы И выйдет потом Этот сикер Сбкб И скажет Что мне делать Там услах Хуже Бкб Огоним Скади Баши 101 предмет Что делать Непонятно Понимает Слак Где фармит Сикер Хочет Нази забрать Прыгнул Сразу же Получил Раптуру Скоро будет Второй прыжок Ультимейт Второй прыжок Есть Сможет ли Он здесь Добить Не очень понятно Скорее всего Вот да Набрал Очень много Стаков Вот это Хороший Выход Остановил Фарм Бладсикера Еще и Себе Соло Стак Забрал Кучу Стак Просто С него Набрал Потому что Сикер Жил Достаточно Долго А вся Остальная Команда Продолжает На Обланку Не попадают Здесь Айспас Бегает И уже Начинает Формить Себе Блэк Кинг Бар Печенька Не очень Понятно Была Ли Это Печенька На Атаку Или На Защиту Так Или Иначе Никто Не Умер Сларк Здесь Вбежал Сразу Жас Седуре Амад Фейки Все Выживают Сларк Отходит Как же Давит Просто Не уходят С этого Центрального Коридора Внизу Счастливый Шечку И вот Может Заходят За Т2 Аж Говорит Я тут Готов Готов Подраться Нападение Нападение Происходит Под Джакира По нему Печенька Неплохая Джакира Очень Сильно Просела Скорее Всего Здесь Погибнет Ада Реведжем Его Просто Добивает Еще И фейка От Реведжа И Ультимейта Бабки Здесь Погибает Сларк Паунс Пока В никуда Но Чикен Магнаггет Здесь Погибнет Минус Три Смогут Ли Поймать Здесь Тинкера Или Кого Нибудь Еще Пока Что Видимо Нет Обалтывается Метеор Обалтывается Метеор В центре ГГ ВП Прописывает Чикен Магнаггет Мы тут Общались Человеком Действует Это Или Нет Ну Вот По всей Видимости Действует Давайте Посмотрим На Это Очень Быстрее Получилось Покупо Восемнадцать Минут Так Сайбер Чардж Тинкер 3819 В мире Джакира Божество Пятое Фейка Божество Второе Блуд Сикер Титан Без Циферок И Божество Третье На Бестмастер Сларк 3400 3489 Игрок В мире Эмбер Спирит 3920 Игрок В мире Дайтхантер 2827 Игрок В мире Снэпфайр 2928 Игрок В мире И Дизраптор Титан Без Циферок Какая у нас игра Получилась Ну Собственно Достаточно Быстро Быстро Сдались Ребятки К сожалению Или к счастью Ну возможно Поняли Что Не хватает Сил бороться С этой командой Ну а Сайбер Чардж Точнее Сайбер Чардж Адрикфайр Показали Великолепную Игру Начали давить На линиях Начали давить Дальше Ну у них Пик выглядел Более Более Сбалансированно Сильным Тайт Мне на самом деле Очень нравится Я не до конца Согласен с этим Метеором Но Метеор Я говорю Ну тогда Можно рассчитывать Как под фарм Как под пуш То есть Тайт не умеет пушить А вот с Метеором Пушить легко Тайд Не очень легко Фармить Только третьим Скиллом А с Метеором Это делается Гораздо Легче Вот В остальном Ну конечно Только какой-то Другой контроль Потому что Подревич Метеора Звучит Ну как-то Сомнительно Я думаю Что это Для всех Так Так или иначе Поздравляем У нас Дрекфайр С победой 1-0 Это их первая Победа в группе Ну а Сайберчарчер Стараться не стоит Эта группа Еще 8 или 7 Матчей Их ждут Впереди Мы смотрели С вами Группу Б А вторую Группу И Продолжим Ее с вами Смотреть Я сейчас Даже скажу Какая Игра У нас Будет Далее А далее Нас с вами Ждет Геймпоинт И Куб Гну Игра У нас Будет Скоро Она совсем Начнется Она по расписанию Должна Начинаться В 8 Ну с учетом Того что Эта игра Закончилась Немножечко И рановато Немножечко И рановато Достаточно быстро За 18 минут То пауза Получится Немного более Долгой Но не волнуйтесь Вас ожидает Если что Есть другой Стрим на ютубе Его ведет Андрей Там сейчас Играет другая Группа Мы обязательно Его сейчас Включим Здесь И вы тоже Сможете Его увидеть Ну да Пока Небольшая Рекламная Пауза И скоро Совсем Вернемся Не переключайтесь Ред Драгон Лучшее Оружие Гейгера Редактор субтитров Он просто погибает 211 Ребята Ребята У нас перемещается В мидл Дидераптору Нужен срочно Шестой Левел Ради Ультимейта Посмотрите Сколько Несос Кстати Осталось Ему Совсем Чуть Чуть Кто Магнус Просто Пришел Ловит У нас Троих Что там За спину Заходят Панголеры Это Просто Аннигиляция Хотя Смотрите Как хорошо Отвозит Попадает Метеор Хаммер И сейчас Убьют Панголера Будет Очень Неприятно И он Погибает Да Наверное Да Тики Разменит 2 в 1 Но Какие Это 2 в 1 Потому что Панголер 1 Отдал Чуть ли не 500 Голды То есть Нападение Еще и на Дума Но Попробуйте 900 ХП То есть 9 Отвы Левела Дума Пробить У него 1600 Плюс Еще Ядик С собой Неплохо 3.13 В пользу Команды Amcarrier Спорт Хорошая Была Драка Ну да Как я и говорил Не слишком Большая разница По галде На Вот Дзераптор Нужно Шестой И он Его Уже Все Получает Делает Себе Барабаны В первую Очередь Потому что Надо Как Как Команду Бустить Сейчас У них Ничего Так сказать Страшного Не происходит Но Единственный Момент В том Что А как Вообще Это Комбэк Задались Вопросы У нас Омг Гту Не то что Комбэк А именно Входить В эту Игру Грамотно Ну во первых Нужно Собирать Свои Айтемы Все правильно Надо Специально Успеть Как-то Ротейтнуться Пангаль Ярюзает У нас Ультимейт Главное Не понимать Куда Пойдет У нас Пларочка Немного Не ожидал Наверное Скивера Свою сторону Тут у нас Нет даже Блинка Ой Дается Дум Влюкана И Единственное Что возможно Это если Люкан Просто не даст Своему оппоненту Как-то забрать Вот делает ТПшку Кстати Очень Дум В себя Поверил Потому что Все И его Возвращают И он Выживет Люкан Пытается Как-то дать Инфу Начать Отхиливаться От крипчиков Пришла вся команда Ну иди Завтра молодец Он так и сделал Берет он Помидорку Это томата По-моему Да А не Хелберт Смэш Жаль обидно Что у них Убрали Потату И томата Юзает Люкан Ультимейт И наверное Будет сносить Вышку Да И такая Тактика У нашей команды Из Омска Гусан Технического Университета Ломают Они Вышечку Туда уже ТП Так у нас Ловит Люкан Ой Хорошо Его Сейчас Быстро Дать Ультимейт Попытаться Тратим Время Там Ребята Живут Живут И плак Сейчас Просто Погибнет Почему А Дезраптор Нет Ультимейта Все Пытаются Делать ТП И сейчас Погибнет Еще И Рубик Рубик Погибает Остается У нас Лишь Один Дезраптор Но Его Наверное Трогать Просто Не буду 32 Голды Заработана С Команда Умгту И 564 Анкар Еспорт Три И Прям Идеально Неплохо Неплохо Ребята У нас тут Все делают Помогают Тащат Формят Крипов 8000 У нас Нетуар Судума Посмотрим Какие Айтемы У него Имеется Тут У нас Тут Транквилы Ну Тут Давайте Посмотрим Мидасик И уже Кримсон Гвард Неплохо Так затарился Еще 700 На руках Манки Конг У нас Собрал Сакрит Релик Если Это Рапира Мое Почтение Если Это Радианс Тоже Мое Почтение Хороший Билд Пангалера У нас Диффуз Дамис Сорбов Коррожен Сейчас Мне хочется У него Тоже Переключить Посмотрите Что у него есть У него Скорый Блин Кстати Неплохо Ну и Саппортов Тини Уже Блин Есть Ну Неплохо Неплохо Вам Корреспорт Смотрим У командов ГТУ Так Мы с этим Временем Давайте С вами Вернемся Посмотрим Что у нас Происходит Нападение На Рубика Рубик Начинает Пробивать Чини Сейчас Летим Хороший Залетает Чини Начинает Пробивать Ну и Пангальера Тоже У нас Тут Раптор Появляется Магнус Приходит Вовремя Его Возвращают Ой Дают У нас В Ой Сейчас Он просто Улетит Да И он К сожалению Просто Уходит Сейчас Будет Станеть У нас Люкана Но Люкан Ой Залетает Опять Тычка Ну и Нет Его Просто Не Оставят Так В покое Бегут За ним Песики Возвращают Его И это Кил А Люкан Дальше Побежал Куда Туда Побежал За Думом Дум Дают Стан Очень Хорошо Ческолько У нас Там Глимс Глимса Нету Залетается Там Будут Бить Сейчас Коман Начинает Драться Драться Там МК МК Дум Падает Темпларк Очень Хороший Там Будут Слабать Как Магнус У нас Прикослывает Маккиконга Возвращает У нас Дум Дум Начинает Драться Непо У нас Нету Люкан Начинает Бить Люкан У нас Против Манки Кинга Надо Отойти Кидает Темпларку Все Почему Тукор Еще Заберут 250 Галты От Люкана И 8-19 8-19 Там Карл Спорт Заработал Гораздо Больше Обидно Что Темпларку Все Таки Кинули Прям На Центр Замеса Ее Понятно Заберут Но Замес Был Хороший Для Омского ГТУ Можно Наверное Было Остановиться На Думе Просто Его Не Трогать Да Радианс У нас Манки Конга Сейчас Он Будет Потихонечку У нас Собирать Для того Чтобы Ну Наверное Сделать Эту Ярче И Запоминающие Выжигать У нас Полностью Саппортов Так Вангальер Почистил Где-то Кровь Бигает Какой-то Сын Великого Ганима Не Находит Погибает У нас Магност Время Медуз Гулял Нет У него Пока Блинка Должен У него Быть Еще Какой-то Айтем Возможно Он Там Терри Нападение На дума Но дум Очень Плохая Цель Для Этого Надо Вернуть Наверное А Надо Вернуть Дается У нас Скилл Ошибка Приходит У нас Да Приходит У нас Вся Команда Приходит Еще И Дает Одну Тычку Так Ну Почему Возвращает Рубик Обрата Я Нет Не Понимаю Ну Ладно У нас Он погибает Погибает Еще Игрок У нас Уже И Уже Становится Счет Неприлично Большой По счету И по Голде 23 8 Разница 8000 Голды Но Могу Сказать Честно Что Командам ГТУ Есть Большие Шансы Еще Один Какой-то Хороший РП Вот Немного Не выбирают Те Правильные Цели Вот Мне возможно До этого Дума Можно Было Не трогать Можно Было Не Ломать Наверху Пытаться Как-то Сломать Себе Лицо Об Ребят Прям Под Т2 Вышку И Сейчас Ломается Т1 Вышка На Меду И Она Ломается Спокойно Забирает На 63 Голды Казакова Преимуще Уже Десять Тысяч Ловит У нас Дизраптора И Это 28 Секунд Люкан С Доминатором Какие-то Курьеры Ему Еще Летит Ему Летит Шардик Шардик У нас Да Вулфс Вот Спокойно Делать Люкан Просто На секунду Понимает Что Где-то Пахнет Жареным Улетает Неплохо Да Так Люкан Чик У нас Ходит Так Нападает У нас На Ой Как же Хорошо И Кидается Дум И Я думаю Надо Отходить Команде Так Пангольер Уже Залетает Ой Плохо Совсем Возвращается На Дум Кидаются Дум На Пангольера Но Драки Наверное Уже Точно Не будет Погибнет Магнус Погибнет Дезраптор Погибнет У нас Рубик Сейчас На него Попадает Магнус Просто Выжигает Минус 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 Три Дум Кстати Хороший Был Украден Рубиком Но Никто Даже Поддержать Его Никак Не Может Так Нападение На Еще Люкан Чика Люкана Здесь Видит Дается У нас Волки Нет У него Ультимейта Ловит Его Тине Начинается Пробивка Все Даже Очень И Очень Хорошо Для Синим Уже Какой Гигачадовец Он Тоже Зарабатывает Себе На Будущие Барабаны Темпларка Здесь Гуляет А ее Кстати Просто Места Было Это Сделать На Блинк У нее 9000 На Творца Демеж Очень Много Так Тем Временем Ловит У нас Еще Опять Дезраптора К сожалению Пытался Он Своими Вардами Все Так Будет Проверка Ставит Желтый Вард Что-то Сделать Он Прям На Этом Пады Хороший Рассвет Идет РП Хорошая И Сейчас Будет Но Нет Нет Сбивает Точно Ультимейт Успеть Дать Тычку Но Нет Еще Тычку Не Хватит И Ой Как Хорошо Залетает У нас Пангольер Как Он Приводит У нас Магнус Причем Туда Куда Надо По Тауэр Начинает Убить Темпларка Пробивать У вас Сейчас Будут Избивать Из всех Сторон Хороший Ультимейт Залетата Приходит Ловит И Всех Сетку Нет Ультимейта Манки Кинга Начинает Проевать У нас Люкан Подходит Он Дайн Пытается Он Вернуть Люкан Дерется Но Его Тоже Ловят Но Магнус Не пойдет Магнус Не пойдет Отменил Он Этот Момент Тинни Бежит Дальше Убивает Еще Одного 4 2 4 2 В пользу У нас Кого В пользу В пользу Командам Кореи Спортс Да Ребята Показали Сейчас Нереальный Мастер Класс Но Смотрите Больше Заработала У нас Команда Из Омского Технического Университета Ребята Молодцы Ребята Очень Сейчас Руни Сломает Все-таки Сломал Этот Вард Получил Немножко Денег Мне сейчас Можно Пойти На Рошана Рошана Сживой Там Стоит Ловушечка Ее Сразу Сломают Если Что Потому Что Стоит Вард Тинни Бегает Под Хостой Неплохо Сейчас Его Пробьет Побьет Пачку И Будет Дальше Ломать Вышку Той Один Оставшийся Единственная Т1 У команды Кстати У обоих Только Одной Команды Осталось Т1 Хорошо Значит Пушит Ломается У нас Метка Темпларки И надо Что-то Подозревать Что-то у нас Тут происходит Подумала У нас Темпларочка Вот У нас Эврион Слиппинг Сломает Вард Говорит Что Там Парни Сопротентов Есть Вард Нападение У нас На Из Раптора Опять Слаз Разревардить Но Его Сразу Находят Это Очень Приятно Нападение У нас На Рубика Рубика Надо Как-то Засейвить Он Кидает Назад Поднять Он Не Сможет Потому что Он Уже Потратил Первый Скилл Нет Уже Было Первый Скилл Возможно КД Ну Вот Как-то Так У нас Складывается Момент Погибает Опять Рубик Много Денег Он Дает Команде Противников На Руку С Дизраптором И Сейчас Прибивает Рошена Так Дум В Темпларку Выходит Кидает Его Дальше Магнус Дает Хороший У нас Танчик Отводит У нас Ребят Но Я думаю Для него К сожалению Это будет Смерть Хотя Очень Грамотно Делает У нас Все Говорит Улетел Он Прям На Бедного Дизраптора Куда же Ты Надо Его Срочно Вернуть У тебя Было Время Время Его Вернуть Срочно Ну Нет Просто Отходит Над Пешком Хорошо У нас Третьим Скилом У нас Дизраптора Он Пойдет Дальше Через Три Секунды Четыре Секунды У него Блинг Но Он Никого Не Увидит Магнус Здесь Появляется Тринадцатого Левела Манки Кинг Прыгает Наверху Дает Информацию Про Люкан Люкан Прыгает Утимейт Уе Мог Прекратить У нас Каст Как Хорошо Его Сейчас Ловит Встанье Стан Стан И он Еще И теряет Форму Это Очень Неприятно Погибает У нас Еще И я Сочередной Раз Дизраптор Идет У нас Греча Греча Нападение Так Магнус Возвращается Обратно Но У него Ничего Не Получается Кого То Вернуть Ловит Нас Еще К сожалению Рубика И он Погибает Пангольер Тут У нас Стоит Уже Близко ХГ Ребята Пытает Что Делать Ломает Крипчиков И ломает Т2 На Миду Как же Не Хочется Ломать Этот Т2 На Миду Особенно Особенно Если Ты Противоположная Команда Если Тебе Ломают И уже Пошли В Мидл Командам Кореи Спорт Сейчас Будут Ломать Они Потихонечку Мидл Противников Начинают Бить Хорошо Дизраптор Нападает Идет Нападение На Тини Нападение На Тини Тини Тоже Там Остается Драться Нападение Там Тем временем Рюкана И ребят Начинают Дефис Команды Загом БТУ Ломается У нас Мидовая Вышка Залетает Туда От Магнуса Хороший Митерхаммер Но он Влеткануться Не может Кивера Нету Ульты Нету Так Тини Прыгает Хорошо Будет Возвращать Но тут Крип К сожалению И он Просто Санет Защитную Стойку У нас Манки Кинг Будет Будет Ли У нас Тысячка Нет Не будет Все Хорошо Ломает Т2 Вышку Имеется 24000 Преимущества 40 Киллов Ребята Сделали Имеется Аегис У нас На Манки Кинге И у него Очень Хороший Айтем Пул Еще 2600 На руках Так У нас Кого то Ловит Или Нету Падает У нас На Тини Тини Погибает Кстати Неприятная Ситуация Подголер Покатился Дальше Но Он Решил Что Так Не Хватит Больше Кататься Не Буду Сейчас Он А он Жидас Нет Он Не С Аегис Наверное Доломает Вышку И уйдут Потому Что Аегис Еще У нас Аж Целых 2 3 Секунд Ловит Магнус Очень Хорошо У нас Троих Ребят Попадает У нас Митер Хаммер Возвращает Обрата Манки Кок Начинает Ультовать Но По-моему Ульт Никуда Да А хотя Врис Тут Ульт Куда У нас Рубик Его Давал Да Но Тут У нас Просто Убивает Всю Команду Манки Кинг И пишет Джи Джи У нас Рубик Рок Команды МГТУ Поздравляем Команду Амкар Еспорт С Победой И у нас Получается 1-0 В пользу Амкар Еспорт Давайте Пока С вами Посмотрим Статистику Матча 11-44 Графики У нас Всегда Были За Двигались За Сторону Дай И Поэтому Мы Поздравляем С победой Первые баллы Зарабатывают Они в группе И мы Тогда Уходим На некоторую Паузу Вернемся Буквально Через Некоторое Время Уже Со вторым Матчем Сегодняшний Оставайтесь Рассляться И мы Скоро Матчем 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 С Время У Статистику Время Время Гру�� Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый вечер. Давайте отправляться сразу к пикам. Они там уже идут. Не будем задерживаться здесь. Собственно. Уберем этот худ. Что у нас здесь есть. Ио Лишрак открывается на дабл пик. После Рубика. И сразу же залетают. И сразу же залетает аппарат. Лишрак и его связка замечательная. И его потом вместе с Лишраком. После того как Керри уйдет фармить в леса. Соответственно. Будет вместе с Лишраком просто летать по всей карте. Откладываем все организационные вопросы. Решим их после матча. Значит да. Будет вместе с Лишраком летать на релокейте. Можно залетать в драке. Бесконечное количество хила. Но вот проблема. Залетает аппарат. Аппарата не забанили. В бан отлетела куча мидеров на первой стадии. От команды Брокен Фемили. И соответственно аппарат. Все это достаточно неплохо контрит. Сразу же появляется у нас Марси. Ну Марси это интересный персонаж. Не видели мы его еще здесь. Не знаю куда он может пойти. Как будто бы. Может он отправиться. В мид. Например. В целом. Но в мид не пойдет Лишрак скорее всего. Можно Лишрака поставить вместе с Ио в тройку. Например. Либо Марси в Керис и виспом. Ну висп Марси допустим неплохая линия. Но думаю что Марси здесь будет тройка. Либо четверка. Либо четверка. Сразу же открывается фейлсис войд под аппарата. Неплохо. Ультимейтом всегда попадешь. Один второй и замечательно. И Сайленсер появляется. Сало тоже против виспа неплохо. На самом деле виспа здесь очень сильно законтрили. И аппарат имеется. И войд имеется. И сало имеется. И на релоките вообще никуда не прилетишь. А если прилетишь. Сразу получишь ультимейт аппарата. А если будет сложно попасть аппарату. То ему поможет фейслес войд. В общем пока что. Как будто бы. Виспа здесь законтрили. Достаточно сильно. Достаточно сильно законтрили. Вот я пока не очень понимаю куда Марси отправится. То есть можно ее на четверку сместить. Марси тройку я видел. Видал такого персонажа. И. Выглядит это неплохо. Особенно с учетом быстрого. Ну если хорошо поформить. Быстрого появления БКБ Башера. Можно просто разносить. То есть Марси может врываться куда-то там. Навсегда героя оставлять. В таверне. Потому что под ультимейтом. Они не очень достаточно сложно. Быстрый мобильный персонаж. С контролем. Еще и с Башером. Если то будет вообще просто. Просто мега супер. Так. С кого бы добрать. Добрать кого-нибудь против Вайда. Марси. Не ну может быть Марсиакс. Или Марси Течис. Течис как будто бы. Войдом неплохо смотрится. И войду. И заставит Вайда собирать. БКБ. Или манту. Или что-нибудь такое. Для диспейла. Сало. Ну и Марси. Здесь будет 4. Селедку. Допеку. Селедку тоже неплохо. Селедки много контроля. Под Марси. Если вой подойдет. Подставится под башей руки. И станц Лордая. То как будто бы Марси. Просто втринят. И эту селедку оттуда не выпустит. И эту селедочку оттуда не выпустит. Осталось 10 секунд. Остался. По всей видимости. Тройка осталась. Для команды Сил Света. Для команды Точка Тим. В данной ситуации. Вопрос какую бы добрать. Вот Магнуса здесь забанили. Магнус еще одна. Неплохая троечка. Под аппарата. Под рпс. Ну были бы масса ультимейт. Конечно все. Достаточно сильно. Сильно бы. Это бы. И комбинировалось бы сильно. На самом деле. И. Не так приятно было бы играть. Потому что. Ну кулдауны слишком большие. Слишком большие. Считают кстати. Что нету пятерки здесь. Да. То есть. А что значит нету пятерки. Как-то. Так не бывает. Считают что Марси Керри. Да. А висп в четверочку с лордаром пойдет. Или типа Марси 3 с лордар Керри в исп 5. Ну не знаю. Видимо считают виспа четверкой. Очередь сил света выбирать героя. Некрофос. Некрофос интересный бан. Против Марси. Против селедки работает хорошо. Гош Рауп прожал. И ушел просто от этого. От врива от нападения. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так. Кого бы добрать на тройку. Можно тогда добрать на тройку еще. Но я бы взял какую-нибудь бы даунбрейкер. На самом деле. Вот мне так кажется. Неплохо. Во-первых. Сильный ближник. Во-вторых. Достаточно мобильный персонаж. Может прилететь. Если что. Даже если Войт там будет в хроносфере стоять. С кем-то драться. И по нему будет. Оно тут некому пока по нему настреливать издалека. Да. Кстати. Нам дальнего тура у нас здесь никакого нет. Только висп. То ли Шрак с руки практически не бьет. А висп. В общем-то тоже. Не бьет с руки. Поэтому. Ладно. Домбрейки возможно здесь. Не так хорош. Возможно не так и хорош. Кто у нас есть еще? Истрой Кентавр? Маги много. Ну Худ соберет. Пайпу соберет. Не так уж это и печально будет. Не так уж это и печально будет. А. Кентавр в бане. Кентавр в топчейх землю в бане. Нужен какой-то урон в хроносфере. Ну хотя нет. Есть сало. Есть аппарат. Уронов в хроносфере достаточно. Нужно того, кто будет танковывать. Можно самим пикнуть. Акса. Который не в бане. Он. Марси со Слордаром закон. Предали Шрак. Для него не самый приятный герой. И висп для него не самый приятный герой. Потому что может увозить просто из-под агро куда-то. Будет отхиливать постоянно. Топоры набирать сложно. Но как будто бы в целом. Законтрить Марси и Слордар. То есть Слордар впрыгивает. Марси впрыгивает там в каком-нибудь Вайда. Например. За Бюро Сетевой или в Сайлансер. А ты просто туда врываешься. Появляется Клинкс. Это Сало 3. Это что? Сверху странный пик. Сверху странный пик. Абсолютно точно. Бритин Вокера. Теперь вы можете выбрать своих героев. Появляется Земеля. У нас. Ну, мне не очень нравится пик сверху. Я честно скажу. Абсолютно некому танковать. В том смысле, что сейчас... Да, аппарат хорошо контрит виспа. Там не будет хила. Но ультом надо попасть. Войт драться всегда не сможет. А Клинкс неплохо стоит против Лишрака, вероятно, в меду. Ну, если это будет Лишрак в меду. А не... Земеля. Понимаете. В земле-то Клинксу не так будет приятно стоять. Потому что Клинкс до земли... Земель до Клинкса доберется. Клинкс до 6-го левела... Вообще не живучий персонаж. И поэтому Лишрака сейчас просто поставить в какую-нибудь троечку вместе с Марси против Войда. И вниз отправить виспаса с Лордаром. Да можно и Лешего, в общем-то, вниз отправить. Если там будет Сайленсер. Чтобы он там до тебя не дотыкинулся, не добирался никак. Ну, в общем, пока что пик снизу мне нравится больше. У них есть чем инициировать. У них есть чем врываться. Сверху нет инициации. Но все будет зависеть от того, как ребятки отыграют, по самом деле. Потому что если войск Клинкс кормится, то одна хроносфера. Хороший ультимейт аппарата. Туда же бараш. И это может, в общем, там всех похоронить. Если висп тоже туда попадет, никого оттуда вывести не сможет. В остальном... В остальном, вот если считать, что команды будут играть равно по скиллу, по таким вещам, то пик снизу, конечно, выглядит поинтереснее. Однозначно. Ну, как по мне. Ладно, но мы будем смотреть за игрой. Будем смотреть за игрой. Так, точка тима на свет. И возвращаем... Вот эти замечательные вещи. Так, Клинкс с ботинком вместе с аппаратом отправляется вниз. Интересно посмотреть, как есть остановка. Рубик Мид. Сайленсер не похож на мидер. Может, кстати, вебаев нет, не очень понятно. Как будто бы пока что вот так, Рубик пришел сюда с Вардом, будет стоять против Лешака все-таки. Ну, стандартная расстановочка здесь получилась. Висп Марси в легкую. И селедочка вместе с земелью. Сложно. Не решились придумывать здесь велосипед Боркинг Фэмили. Может быть, оно и к лучшему. Может быть, оно и к лучшему. Ну, как будто бы, кстати, селедка с земелью-то Клинкза и здесь найдут. То есть, ну, основная суть в том, чтобы земель нашел Клинкза. Потому что он в него ворвется, Клинкс оттуда просто не убежит. Да, там есть аппарат, который может чуть-чуть подвораживать там кого-то. Вот. Но ты просто выталкиваешь Клинкза под Слардара, и Слардар там дальше разберется. И как бы все. Звучит, как будто бы нижняя линия проигрышная для команды. Точка тим. Пока что. Пока что выглядит так. Вот. Наверху все вопросно. Вопрос. Там достаточно много урона у Сала будет. А, Сала, как сэрисопорт. Там же будет Войт стоять. Тут меня озадачили, конечно, команды. Три в один разобрали по рунам. Господа из Бокинг Фэмили. Опережают на одну руну богатства. Так, Сайлэнсер 4. Фэйлс из Войт 3. Фасилес, так лица. Фасилес Войт. Фасилес Войт как будто бы не должен страдать просто и Марси с Испом. То есть, Марси Слардар могла бы быть линия тяжелая для Войда. Марси Лишрак могла бы быть тяжелая линия для Войда. Марси Виск как будто бы линия для Войда не тяжелая. Только если он как-то подставится и, ну, потратит прыжок. Ну, вот сейчас тут Сайлэнсер убивает глефами своими. А, Сайлэн такой саппорт, что если он глеф вкачал, он, конечно, больно бьет, потому что он собрал себе 7-8 инты. И все, курьер здесь подрезает у аппарата и немножко не точно вкатывается на земелье человечек. Пока все не так плохо у Клинкза. Здесь, ну, Ирспирт еще первого левела. Ему нужно бы... Куда он? Выводить пошел. Выводить крипов пошел много, но получает он здесь от аппарата под крипами. Ну, как минимум, крипчанских уведет для своего хардлейнера. Хардлейнер уже тоже идет к этим крипам. Клинкс пока неплохо здесь стоит. Как будто бы, ну, говорил, я что ли, не для него может быть сложный. Иду, будто бы нужно левеладом получить вот здесь, ребяткам. Наверху какой-то замес происходит. Немножечко здесь прохорашивает войд всех, кого может. Есть у него прыжок, если что. Всегда сможет отпрыгнуть, но много хп теряет на самом деле. Их хп теряет он же не моментально. Здесь бёрст урон-то не так много он, поэтому... И восполнил. Не то, чтобы супер много хп. А здесь уже есть увеспа. Хэдресочка. Будет он нахиливать. Рубик, кстати, неплохо с Лишарком постоял. Вполне себе, по крипам уже ботлик имеется. Встаном попадает лишь Ракман. У него, конечно, нет, но ботл имеется. Может хватить на ещё одни молнии, если понадобится. Вот, на дальника можно было бы потратить. Не решился он для этого. Всё пока что очень равно. Немножко селёдочек здесь отстаёт. Вкатываются. Вот, да, но нужен вард. Здесь нужен вардварда. Тут нету. Выходит сейчас из инвизы у нас клинкс. Но может здесь погибнуть сладарь, а он погибнет. Своё раз было для аппарата. Притом вот уточка его побыстрее долетела. Здесь два таких скелетика стояла от клинкса. Наверху в этот момент ещё и виз погибает. 2-0 уже. По всем линиям давит, по всем линиям. Здесь происходит у нас давление. Вот играет первый и третий. В целом правильном. А посмотрим, будет ли качать он в второй на третьем, соответственно, левеле. Да, ну вот вкачал он всё-таки второй виз приходит, хилит своего. Марси. А мы давайте с вами сразу на нетверсы переключимся и будем наблюдать уже за ними. Люблю я ранние нетверсы. Здесь на селёдочи небольшая атака. Ничем она, конечно, не закончится. Клинкс поддерживать её не готов. Уже везёт себе фальканблейк, как я понимаю. Товарищ на скелете. Так, и... Ну, лишь очень равная игра здесь сейчас получается. Вот если смотреть по нетверсам, прямо все идут нога в ногу, как бы. Даже мидеры очень хорошо постояли друг против друга сейчас. Остается, конечно, немножко регена у Рубика, но он на фулл ресурсах стоит. Проблем с ним быть не должно никаких. Сейчас, как минимум, по левелу чуть-чуть опережает он. Лишачка, но он тут своё тоже добирает, как бы. Без каких-либо проблем. Отвод замутил висп, но это на одинарный стак. Марси хочет здесь нападать. Под виспом на сало не опасно ли? У сало скиллов, конечно, нету. Он лаевые в два взял, не решил собрать в два. Он здесь первый скилл или добирать свой третий скилл. Поэтому пока что, да, наверное, они понимали, что первый скилл в откате, и можно спокойненько здесь поагрессировать, будь на сайленсера. Так, вот, кстати, из интересного собирает орбу в корову. Уже необычный предмет, на самом деле, на фалисе свой, да. Посмотрим, посмотрим, как это сработает. Будет, наверное, агрессивно вот такого вайда играть. Ну, а с клинкзом тут ничего сделать по итогу не смогли, на самом деле. Уже купил себе рукавичку клинк. Здесь нападение на аппарата. У аппарата есть первый, если что. Но прогоняет его, прогоняет его. По итогу отсюда Earth Spirit заставляет кушать свои расходники. Там наверху какой-то замес. На самом деле, сало может погибнуть. Прыжка у Марси нету. Сможет ли догнать сало? Немножко не хватает на фейзах. Килл для Марси. Замечательно. Хорошо, задавили. Вайда сейчас прыжка, к слову говоря, нету. И здесь можно... Можно-можно как-то здесь поиграться. Ну, Войт сам готов подраться. Какой баш хороший. Висп уже прилетает. Начинает подхиливать. Сразу же overcharge. Второй юзает здесь Войт. Марси не опасно ли дерется? Нет, у него третьего скилла. Нет, есть. Есть третий скилл начинает хилиться. Если прыжок Войда, да. Нужно прыгать. Нужно прыгать, иначе рискуешь остаться здесь. Но у Марси есть прыжок, есть перекидочка. И это будет минус. Свойт не сможет отдаться здесь нейтралом. Какая хорошая игра Марси. Просто все рассчитано буквально до мили хп. Если есть такой понятик, конечно. Так или иначе, два кила для Марси наверху. Очень агрессивно они там сыграли. Молодцы. Это окупилось по итогу. ПТ-чки почти готовы у Селедыча. Так, здесь нападение на Клингза. Если дасты в этот раз... Я... Ну да. Вот купил себе дасты. Ну просто это обидно, когда вот от такого хорошего врыва этот Клингз, на самом деле, мог сейчас погибать. То есть был бы Вижен, там... Стан от Селедыча потом бы заехал. Там на 150 урона. И было бы больно. Было бы очень больно. Но дастов не было. Вижен тоже не было. Ну ничего, сейчас подвезут. Так, шестой у Рубика. Ой, какой хороший же скилл он стащил у Лишака здесь. Неприятно самому Лишему сейчас, может быть, стоять против него. И на хосте. На хосте наверх, по ходу дела. На хосте наверх. Должен быть... Вардик, Вардик, все палит. Сейчас просто Марси с Виспома. Тойдут подвыщечку. Постоят там, переждут... Этат... Эту ротацию от Рубика. Не нужно подставляться. Рубик может и забрать там кого-нибудь. Сало больше левел, чем Войт. Войт, это все не очень хорошо, на самом деле. Но Марси понимает, что возвращается назад. Будет сейчас нападение на Сайленсера. У него есть скиллы, конечно. Но он просто может все равно погибнуть. Юзает он все свои скиллы. Я так понимаю, юзнул его на Марси. Прыжочек успевает под самый конец. Но не попадает. Сможет ли добить здесь Висп этого Сайленсера? Не получается. Дабл Килл от Сладара. Там, ну, начинается. Играет команды Брокен Фэмили. Потому что... Вот, собственно, получили 6 левел. Теперь дасты здесь не нужны. Поагрессировали. Смещение от Рубика наверх ничего не дало. Он нужно собраться к команде. Точка Тим, потому что начало было хорошим. А вот продолжение не очень. Будет влет по Рубику. Сразу же дабл дэмэдж уезжает свой лишь рачок. И Рубик здесь просто сгорит. Как хорошо подступил на ее спирите. Прилетает сюда аппарат. Он всего лишь с 4 левела. Здесь ничего он сделать не сможет. Наверху тоже какие-то замес происходят. У Вайда вместе с Рубиком и Марси. Скорее всего здесь погибнет Салой. Погибнет, должен здесь, скорее всего, и Виспустелом провязать стики. Не догоняют они здесь сайленсеры. Он отходит, но будут прохорашивать Вайда, у которого нету прыжка, к слову говоря. Сейчас училу, хпшный сайленсер остается. Здесь будет фласочкой, по всей видимости, отпиваться. Висп тоже, как бы, не то чтобы имеет много хп. Немножко не до конца докатился. Здесь распирит, неприятно, бывает. Вот сало по итогу отпился. А, это вот 4 типа или что? Просто странно, как будто бы он фармил. А нет, это будет сапор, реально. Вот здесь сапор, поэтому на сало здесь и нападают. Разжу ультимейт, юзайца. Второе привязал здесь свой Вайд, но сало здесь погибнет. По итогу и погибнет здесь его, и потому что прижать, что он уже отдал. Так, да, его просто сейчас Висп здесь добьет. Ну, догорел он, правда, от урны, который купил себе уже. Эрспирит, эрсп, ужасное слово, там неудобно произносить букву эр. Так, сразу же от эрспирита нами, здесь лишрак начинает нападать на Рубика. Тот провязал свой хороший по двоим попал он. Метеор Хаммер, мы еще и ультимейту лишрака стащил. Здесь погибнет, скорее всего, лишрак погибнуть здесь должен. И эрспирит пришел сюда еще раздеваем аппарат, вводит себе ким этот забирает. Четверочка Хэлс и Свойда. Кто качался, это понял, что фармил там в это время сало, не фармил вводит. Интересно. Сильно, значит, в этот момент оставили одного на низу. Мне вот было интересно, как он будет собираться. Собирается он по заветам Амара и Азефакера вместе с Момом, так сказать. Никаких быстрых блинков. Это, в общем, наверное, верное решение такое. Корс Лорда это всегда приятно под виспом. Немножечный раппадение может быть по Марсе, два скилла по ней скинули, но это все висп отхилит. Должен он этом понимать. Не так много сейчас урона, не так много инты пока, что тем более два вризбанда купил себя. Сало для брони, понимает, что в него постоянно врываются. Здесь нужно что-то делать нападение, может быть, это Клинк задаст и издаются. Его будет здесь видалить и сюда парад сразу же. Неплохой сало, провязал сейчас ультимейт, чтобы дальнейшего нападения, возможно, не было. Но как будто бы Air Spirit не планирует устанавливаться, у него сейчас будет раскаточка. Можно здесь забрать попытаться аппарат каким-то образом. Да, и он погибает по итогу здесь, улетает отсюда Air Spirit. Ну, Клинк уже 6-го, не так просто его здесь будет забрать. Навай до нападения у него есть прижог отпрыгивает по Марсе были проюзаны скиллы. И пока что, как будто бы она здесь не погибает, пытаются убить здесь Виспай. Это правильное решение. Вопрос, смогут ли они это сделать, как будто бы урона не хватает. По всей карте какая-то душка началась, 2к ранг выходит на меч, что стащил у него Рубик снова. Молнии, молнии-то сильно. Ну, здесь уже близится Блокстоун, уже шарики куплены все. Как это называется, кстати, Soul Booster. Я никогда не знал, как это называется, предмет, потому что, хотя там Point Booster, там. Energy Booster. Но, вот, Soul Booster я забыл его название. Так или иначе, БФ у Марси тоже близится. Будет она верять через Battle Fury. Ну, вот у Сала все, конечно, неплохо. Точнее, неплохо, нехорошо. Все, у Сайленсера по Нетверсу у него только Арканы, 2 Врисбенда, ничего на интеллект. Здесь Марси не загуляла ли? Рубик в Инвизе бегает. Ну, сейчас ее просто подловят. Здесь у Вайда есть ханосфера. Если что, начинается нападение на Марсе. Виспу релокейт. Сбивают Виспу релокейт. Неплохой Метеора по двоим. Погибнут здесь двое. Сала поумнел. Всего этого процесса. Лаевые имеются, поэтому интеллект будет наворовываться от каждого забранного кила. Имеются молнии у Клингзам. Так, под ДД Эйрспири пытается врываться в аппарат. В аппарате есть ультимейт, надо быть осторожным. Раскаточка еще 8 секунд ультимейт. Там попадает аппарат. Неплохо. Скорее всего, здесь может погибнуть, кстати, товарищ на земле. Нет, укатывается, укатывается, все, урона не хватит. Если бы успел здесь еще аппарат, немножко по нему там выдать тычечку с Члингтача и первый скилл, был бы шанс погибнуть, там бы и Рубик подошел. Так, Рубик здесь, кстати, видно на крипах. Ну, просто поймать ему, к сожалению, нечем. Почти что Ио собрал себе свой заветный предмет Холи Локет. Так, фейлсы свой, без ханосферы, с прыжочком отбегает. Здесь, кстати, спирит прилетел. У него есть магнетайз, есть 7 ремнантов. Может, он здесь покататься по драке будет неприятно. Ну и Рубик здесь рядом с Метеором. Будем смотреть, как сыграется эта драка. Да, вот он, конечно, накастовывает с другого конца карты. Понимает Марси, что здесь где-то находится Рубик. Пока что вышку туда не летят. Наверное, надо ее продавать просто. Уходить себе, фармить в леса. А БФ еще нет, ну что поделать. Так, Войт понимает, где Марси. Видел он ее здесь, попинговал. А все тоже понимают, что ее могут здесь пойти искать. Выщечка падает. Выщечка падает внизу, когда тоже вышка упала. Сельта у нас стоит абсолютно одна. У нее уже 6 200 нетворса. Лишак тоже фармит, как не в себя. Вот уже не начали бегать с Виспом. Появляется Блокстоун и сейчас то самое время, когда вместе с Хулилокетом Блокстоуном Лишак вместе с Виспом должны что-то сделать. Неплохой. Раскат от Рубика в ответ. По Распириту он здесь погибает. Будет ли нападение ответное? Ох, на сфере все еще нету. Лишак, хороший стан, повойду. Смогут ли его здесь заберстить? Да, это получается сделать при помощи Марси. Ультимает аппарата летит, подставится Ли. Я не понял, где ультимает аппарата. Что-то я не увидел его по итогу. Но, ребята, не подставились. В любом случае, хороший килл на войде. Размен. Марси немножко проседает относительно Клинкза. Клинкс уже с молниями фармит тут. Им же сделаны истаки. Пока что ему никто здесь не мешает в этом. Это, возможно, не очень хорошо. Стоит поискать бы Клинкза. Может быть, даже на Релакете туда слетать как-нибудь. В смачках вот в лес прилететь, подловить этого Клинкзика вместе. С Лишаком. Посмотрим. Смока сейчас юзаются. Идут их реализовать, ребятки. В лес. Вижна там их пока не стоит. И у Виспа с собой его нет. Имеется Сын-Тричок. Ирспирит, но это может быть недостаточно. Сейчас здесь аппарат может увидеть. Ирспирит, а нет. Смока не ревелится пока что. Они знают их существование. Вот поставили. Обс здесь находят снова Вайда. По нему. Парижочек сделал Слардар. Немножко не попал. Лидит у димейтов аппарата ни по кому не попадает. Да. Здесь Рубик попал. Метеор Камера. Но главное отсюда теперь упетлять, упетлять. Но он умеет Роллинг Болдер. И скорее всего спокойно здесь его не найдет никто. Ну, килл опять на Вайде. В целом, наверное, для команды силу точка Тима это не так плохо. Потому что четверочка Войт. 2 700 Нетворса отдается. Смокам. Нападение на Ирспирит. Ну вот 4 в 4 еще и разменяли. Попал здесь Рубик, как обычно, своим метеором. Какой же он сильный? Здесь может быть на него нападение. Прижог от Марси и успевает улететь на Роллинг Болдере. Скорее всего, Рубика придется отпустить. А вот аппарата можно и забрать. Ну, саппорты. Саппорты подставляются что у одной, что у другой команды. Рубик еще и восполняет себе. Сюма, ну, может на Роллинг Болдере дальше тут кататься бесконечное количество времени. Долго ли он еще у него будет? Достаточно долго. Еще имеется, успеет, возможно, драку с ним.